здравствуйте сегодня я хочу рассказать о том что может случиться с человеком если он вдруг случайно воспользуется чужим qr-кодом для получения каких-либо услуг товаров и так далее так вот все мы знаем что у нас режим введен повышенной готовности соответственно послабление при режиме повышенной готовности могут получить люди которые получили qr-код qr-код выдается переболевшим qr-код выдается людям которые вакцинировались модными вакцинами и в общем-то по версии государства больше как они не могут заболеть хотя болеет прекрасно вот значит если случилась такая ситуация что человек не вакцинирован не переболел и у него нет qr-кода он взял чужой код и воспользовался им для допустим посещение ресторана в этом случае ему грозит ответственность административная административная ответственность за это у нас предусмотрена кодексом административных правонарушениях статьей 20.6.1 так вот данная статья говорит что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории на которой существует угроза выгодновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации за исключением случаев там предусмотренных определенной статьей влечет предупреждение или наложение административного штрафа административный штраф у нас для граждан установлен от 1 тысячи до 30 тысяч рублей при этом стоит обратить внимание что одно из мер может быть предупреждение как же можно попасться на чужом qr-коде но во первых его надо безусловно предъявить qr-код сканируется проверяется по базе сейчас принципе практически все заведения с этим справляются успешно но чтобы понять что этот qr-код чужой вам нужно предъявить паспорт свой в дополнение к чужому qr-код паспорт у нас требовать может только сотрудник полиции сотрудник полиции может требовать только в определенных случаях случае если на вас написано заявление какое-то вами совершено административное правонарушение но или там вы вообще-то по взрослому уже находитесь в розыске у нее есть ориентировка соответственно для того чтобы полицейский имел основания просить вас паспорт он должен вас убедить в том что в отношении вас написано заявление или вы совершили административное правонарушение безусловно поход в ресторан с чужим qr-кодом как я уже говорил раньше это административное правонарушение но согласно положению паспорте гражданин российской федерации должен бережно хранить свой паспорт при этом где хранить свой паспорт не указано таким образом гражданин российской федерации может бережно хранить свой паспорт на дому естественно из-за такого правонарушения которое в качестве санкции имеет еще и предупреждение никто особо заморачиваться не будет если конечно вы сами не дадите на это повод вот мой qr-код я забыл паспорт извините встретимся позже на этой веселой ноте можно и расстаться с этим рестораном естественно заплатив по счету потому что ресторанном случае выявления таких нарушений светит уже другой штраф совершенно в другом размере так для юридического лица предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для предпринимателя от 30 до 50 тысяч а для юридического лица от 100 до до 300 что в принципе может являться достаточно серьезной мерой для какого-либо небольшого ресторана поэтому берегите себя используйте только свои qr-коды иначе эта тема будет для вас актуально и вы узнаете как рассматриваются административные дела в судах для чего вам потребуется явно юрист скорее всего если конечно все не закончится предупреждением ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо